И снова всем здорова, халюшки, ребятки! Сейчас мы продолжаем нашу тему, которая уже стала популярна после предыдущего ролика, где мы говорили про очищение организма, да? И у нас сегодня натуропат Гарик! Прошу его поприветствовать, любить. Привет, друзья! Да, и писать комментарии. Пишите комментарии, что вас интересует. Итак, мы обнаружили, что у нас 4 основных выделительных системы. Ну, мы не то что обнаружили, они нам даны данностью, бытием, скажем. Даны, бытием, но я имею в виду в прошлом видеоролике. Да, да. Обратили внимание, что у нас есть 4 выделительные системы. Которые сбрасывают все нечистоты, гадости, шлаки, да, фиги, слоты, и все из нас. То есть это видео для тех, кто хочет привести свой организм в порядок и выглядеть замечательно, младше своих лет. Да, молодым, здоровым. И, соответственно, самое основное, это было в прошлом видеоролике, это кишечник в чистоте содержается, да, и печень. Они связаны друг с другом. А сегодня мы тогда поговорим. Сегодня мы поговорим о второй главной выделительной системе. Я немножечко напомню, что всего их 4. Две главные. Да, две главные, две второстепенные. Первую главную мы уже разобрали. Это кишечник плюс печень, потому что печень без кишечника... Какие кишечники без печени, как мы не можем. Вот. И вторая главная выделительная система – это почки. Поэтому, у кого есть какие-то проблемы с почками, слушайте, смотрите, задавайте вопросы. Если кто-то возьмет на вооружение, мы будем очень рады. Давай, коллеги, жги про почки. Все, начинаем. Итак, почки – это парный орган, где он расположен, все знают, кому били по почкам или кого еще ударят по почкам, но он обязательно узнает, где они находятся. Сегодня я вам расскажу, как облегчить жизнь почкам, что они делают, что они выводят и так далее. Итак, значит, все знают, что почки синтезируют мочу в организме. То есть, это второй фильтр. Первый фильтр – это печень, которая сидит на кровотоке и отлавливает все жирорастворимые яды и токсины. Нет, да, жирорастворимые шлаки и токсины. Печень на входе, почки на выходе. Ну, это не важно. Главное, на кровотоке они сидят, а где там вход – это уже не важно. Так, а почки у нас выводят водорастворимые шлаки и токсины. Так вот, как вы уже поняли, что водорастворимые – вот в этом вот корень всех проблем. Дело в том, что вот та моча, которую синтезируют почки, что это такое? Это вода и те вещества, которые почки решили вывести. Какие вещества почки сами знают, что им делать? Мы не можем управлять ими силой мысли, поэтому все, что мы можем – это облегчить их работу. Как облегчить работу? Обеспечить почки водой. Поэтому сегодня такая интересная тема, потому что масса вопросов, масса противоречий. Сколько пить воды? Как пить ее? Какую воду? Какой температуры? Вот на все эти вопросы мы с Олегом постараемся сегодня ответить. Да, я буду записывать. Итак, значит, как я уже сказал, что моча – это вода и те вещества, которые почки решили вывести, они вкладывают в мочу и выводят. Поэтому для почек очень важно соблюдать питьевой баланс. То есть или питьевой режим, называйте как угодно. Что я имею в виду? Дело в том, что ни для кого не секрет, что мы состоим на большой процент из воды. То есть мы, можно сказать, состоим из воды. И поэтому как вода, которую мы пьем, как она распределяется по организму? Дело в том, что есть такое понятие, как основной обмен. Ну, если коротко, то это, значит, вот относительно воды. То есть вся вода, которая нами выпита, она прежде всего идет, чтобы кровь была жидкая. Потому что если кровь у человека недостаточно жидкая, или, скажем так, нежидкая, то невозможна транспортировка никаких питательных веществ по организму и удаление продуктов распада. Поэтому воду, которую мы пьем, она идет, чтобы кровь была жидкая. Чтобы, в следующий момент, если вы подышите на зеркальце, то увидите, что она запотела. То есть это вот... Воспаление. Да, это та вода, которая выходит из нашего организма. То есть она, как бы, смазывает легкие... Выходит с дыханием, с потом. Да, выходит с дыханием, нет, с потом это немножечко другое. Это мы разберемся в следующем видео, когда будем говорить о коже. Вот, вода нужна для синтеза всех ферментов, ну, того же желудочного сока, желчи, секрета поджелудочной железы. Ну, так как они растворы, поэтому они состоят из воды. Также, в основном. Поэтому складывается такая картина, что воду, которую человек выпил, она идет сначала на все органы ткани и системы, и почки в этой вот очереди. А они, как ни странно, последние стоят. Ну, почему последние? Потому что, как бы, они выводят это все, но если ничего организм не синтезировал, ничего не разложил, ну, и выводить, по сути дела, будет нечего. Поэтому самое главное обеспечить жизнь нашему телу, нашему аватару, а уже процессы выделения, они, как бы, вторичные. Ну, по-моему, это очень логично. Ну, да, наверное. А вот сразу вопрос, ты говорил, что сначала разряжается кровь, нам этого важно. Ну, это очень важно, естественно. Вот я слышал... Иначе невозможен разнос кислорода и так далее. Да, это... ну, я... просто уточнить. Я слышал, вот, в ютубе всякие учителя говорят, что выпивая утром пол-литра воды, это примерно для того делается, чтобы заместить плазму в крови, и ее как раз у нас пол-литра примерно. И как бы начинает вырабатывать новую плазму, то есть обновляется кровь. Это верно или нет? Ну, я бы не сказал так, что вот именно там плазму как-то надо восстанавливать. Ну, ну, конечно, вода нужна, чтобы вот это все дело работало, но... Просто вода нужна всегда пить, именно воды, да, не чай, не кофе, не компот, а вода. Да, то есть, надо понимать, что почки последние в очереди за водой, скажем так, в очереди за водой, а не последние. Поэтому, друзья, чтобы... ну, а как вот мы стоим в очереди, последнему может что-то не хватить. Как правило, у нас, кто если жил во времена дефицита, это прекрасно знает. Поэтому, чтобы почкам всегда хватало вода, нужно пить ее немножко избыточное количество. Что я имею в виду, сейчас объясню. То есть, много высказываний на эту тему, сколько надо пить воды, когда пить воды, вот как вот Олег заострил внимание. Так вот, друзья, давайте разберем такой момент, что вот современные диетологи, скажем так, врачи рекомендуют пить от полутора до двух литров воды. Да, это абсолютно правильно, примерно такое количество пить воды нужно. Но тут дело в том, даже не сколько выпить воды, а с какой периодичностью вы будете ее пить. Так как я уже сказал, что почки, они самые последние в очереди за водой, им ее не хватает. Поэтому пить воду нужно постоянно. Постоянно. То есть, не пугайтесь этого слова. Что значит постоянно? Это значит с какой-то периодичностью. А эту периодичность вы пиваете, то есть, выбираете вы сами. Итак, значит, смотрите, что получается. Допустим, предположим, да, вот нормальный организм, он обеспечен водой. Вот, если мы сделаем лишний глоток, то, как ни странно, в организме она никому не нужна, но она нужна почкам. Поэтому, для чего? То есть, почки взяли этот лишний глоток и вложили те вещества, которые они решили, и сделали из него мочу. Вот тут вот тоже очень важный момент. Если в организме нет вот этой лишней воды, то почки стоят и ничего не делают. Но это плохо для почек? Ну, конечно, плохо. Нет, это плохо вообще для всего организма, потому что всегда есть что-то выводить. Потому что современный человек настолько загрязнен шлаками и токсинами, что надо постоянно выводить. Ну, просто обидно, как-то все органы работают, а почки нет. Ну, это неправильно. Их тоже нужно нагрязывать. Но они отдыхать должны, наверное. Они будут отдыхать, когда им будем давать вот этот лишний глоток воды. Анекдот на эту тему. Спрашивают у врача, а что лучше пить, молоко или пиво? Врач говорит, ну, конечно, пиво. По крайней мере, почкам меньше работать, чтобы поменять цвет. Хороший анекдот. Шутка юмора. Так вот, друзья, еще раз обращу ваше внимание, что нужно делать всегда... То есть, создавать избыточное количество воды в организме. Как это делается? Вы просто пьете глоток. Как бы вы не хотели пить, то есть, как бы вы не хотели пить, сделать один глоток воды, это очень просто. Просто один глоток воды. Теперь выбирайте периодичность сами. Ну, если вы сидите в офисе, там, работаете на компьютере, ну, у вас всегда стоит какая-то кружка. Желательно, чтобы это была вода. Поэтому сделали глоток. Через пять минут еще один глоток. Не получилось через пять минут, сделайте через десять минут глоток. Не получилось через десять, сделайте через пятнадцать. Но главное, чтобы вы постоянно пили воду. Поэтому возвращаемся к рекомендациям врачей, что вот эти полтора-два литра воды... Некоторые люди думают, что вот если вот сразу выпить их с утра, вот как вы говорите, что это будет польза для всего, там, и для плазмы, там, все. Просто почки тут же лишнюю воду выведут. И вы это прекрасно все знаете. Если вот вы, ну, съели много арбуза, ну, идете в туалет помочиться, ну, моча у вас, ну, практически как вода. То есть, не успевают собрать все. Да, да, то есть, нет, почки все равно фильтруют. Но просто они за это время, так как они просто лишнюю воду эту сбросили и все, ну, что-то они туда вложили, конечно. Ну, вы сами видите по свету, что она просто как вода. Ну, ходить часто в туалет, это значит полезно, да? Ну, да, полезно. То есть, сейчас мы к этому вернемся. Поэтому, друзья, смотрите. Если вы сделали этот глоток воды, через пять минут еще другой глоток воды, то есть, почки получают вот эту порцию по глотку постоянно, постоянно. И у них есть вода для своей работы. Дело в том, что почки, они как бы вот, ну, такого размера, то есть, у них ограниченный объем. Они взяли кровь, профильтровали, есть вода, вложили, сбросили. Взяли, профильтровали, вложили, сбросили. Вот, поэтому очень важно понимать, что не надо литрами в себя воду вот вливать и думать, что вы сделаете себе добро. Ну, она вся выйдет в туалет и, ну, вспотеете вы еще, конечно. Понятно, да? Пьем по глотку как можно чаще. С какой периодичностью, выбирайте сами. Ну, чем чаще, тем лучше. Если вы начнете так делать, то вы сразу обратите внимание, как вы начнете часто бегать, помочиться. И почки скажут вам большое спасибо за это. И это неплохо, друзья. И это неплохо. Следующий момент. Теперь давайте разберем со стороны воды, какую воду все-таки нужно пить для почек. Так вот, друзья, как я уже говорил в предыдущем видео, все вопросы по здоровью, они находятся в природе. Значит, какой основной источник воды в природе? Ну, это, конечно, там всякие ручьи, водопады, источники, талая вода с ледников. Талый снег. Да, то есть я имею в виду эту воду несоленую в море. Мы эту воду не пьем, и пить не надо, иначе она сработает на вас как слабительная. То есть вот почему моряки, казалось бы, вот они в океане, в лодке, да, там, потерпели крушение, и им нельзя пить воду. Почему? Потому что если они выпьют этой соленой воды, то она подействует как слабительная вода. То есть их пропоносят в лодке. Нет, ну, сейчас, ну, они могут и свеситься, как бы пропоносятся, но дело не в этом. Как я в прошлом видео говорил, что соль, она будет нагорять на себя воду. Ну, все знают, что соль берет на себя воду. Вот представьте, Олег, то есть человек, он там несколько недель там по морю скитался, у него укрыться негде, и на него солнце нещадно палит его, он потеет, с влагой, спотом теряет влагу. Если он еще в этот момент выпьет кружку соленой воды, то она со всего организма соберется в кишечнике и продействует как слабительную. Представляете, какой вот эффект? В этом, казалось бы, парадокс. И, соответственно, у него обезвожено. Конечно, он еще усиливает воду. Да, соль притягивает воду, оставшиеся там какие-то крохи, ну, то есть... Усилие, собственно, обезвожено. Конечно, кровь станет максимально густая, ну, и просто этот пират не доберется до своего... Свой порт не придет, как говорится. Согласен, согласен. То есть, поняли, друзья, что... Как вот действует соленая вода на тех вот бедных людей, которые потерпели кораблекрушение? Ну, вода может быть... И так, да, по воде. Вот какая? Дистиллированная, просто питьевая, минерализованная. Да. С электролизом вода, может быть, может быть, с каким-то подсластителем, там, мёд или что-нибудь... Ну, друзья, все вот это сложно. И вы знаете, когда вы будете... То есть, понимаете, это надо делать постоянно. А чтобы делать постоянно, это должно быть легко. Ну, без напрягов. Потому что, если какие-то проблемы, где взять эту электролизную воду, где там что-то, это... Вы просто это не будете делать никогда. Ну, самое простое, я знаю, это талая вода, она же структурированная, да, там, эти кристаллики, которые её разморозили... Да, не то, что структурирована, сейчас вот я скажу самую такую важную мысль, важные знания. Кто-то с ними не согласится, кто-то может сказать, ни в коем случае этого делать нельзя. Ну, друзья, поверьте, значит, для почек нужна самая чистая вода, которая, так как вода является источником, куда... Ну, не то, что источником, а тем объёмом, куда вот этот глоточек, куда почки собираются вкладывать вот эти, ну, скажем так, балластные, ненужные вещества. Вот смотрите, если этот глоточек будет содержать ещё что-то, ну, вот, такой пример, вот, если взять обычный стакан, ну, половину его песком насыпать, половину и заполнить водой. Вот сколько там будет воды? Полстакана. Ну, жидкости будет там полстакана. Вот, поэтому, если вот этот... и мы дадим этот стакан почкам, то они смогут вложить только в половину объёма. Потому что остальная половина уже занята чем-то. Поэтому вот этот глоточек, он должен быть абсолютно чистый. В идеале это дистиллированная вода. Дистиллированная всё-таки, да? Всё-таки дистиллированная. И через фильтр пропущенная? Именно сейчас через фильтр, и я поясню, какой фильтр. Можно через фильтр пускать, но не через все. Можно ещё попутно некоторое такое замечание. Вода может быть раствором, то есть у неё что-то растворено. Не может быть растворителем, которое что-то ещё в будущем растворит, да? Наша цель не выпить раствор, чтобы там что-то было, потому что включится фермент, переваривание, да. И она будет там всасываться. Ну, не совсем так, Олег, вы абсолютно правы, что в данный момент вода выступает как растворитель. То есть наша цель растворить те кислоты, которые у нас уже есть. Да, да, и растворить, и почки ещё и будут вкладывать в них что-то. Поэтому вода должна быть идеально чистой, дистиллированная вода. Согласен. Как я сказал, что вот все ответы есть в природе. Теперь давайте посмотрим, где же в природе есть дистиллированная вода. Друзья, ну это просто дождь. Дождь, то есть вода испаряется, пары поднимаются, не содержат ничего, ни кальций, ничего там, никаких микро-макроэлементов нет. Просто пар поднялся, сконденсировался. Испарение. Да, да, да. То есть если даже грязная лужа, там что-то там намешано, то эта вся грязь останется в луже. Аж 2-го испарится, сконденсируется, и вот будет чистая вода. Так вот, друзья, смотрите. Есть дождевую воду. Да, вот Олег опережает меня. Поэтому в природе дождевую воду все пьют с удовольствием. Растения с удовольствием пьют дождевую воду. Животные пьют дождевую воду. Более того, вот в этих, сейчас секундочку закончу, вот в этих вот странах, там Полинезия или Микронезия, вот сейчас вот точно не вспомню, ученые, когда исследовали там первооткрыватели, они наткнулись на племя, на племена даже, они жили на островах, и у них не было источников пресной воды, никакой, кроме как дождевая. И вот они собирали вот эту дождевую воду, пили ее, и прекрасно все выглядели, моложе своих лет, и не было у них никаких болезней. Охотно верю. Да. А как же роса? Ну, роса, ну, наверное, да. Наверное, да. Потому что тоже туман, в принципе, роса. Ну, я говорю, Олег, ну, вот современный человек, вот вы живете в Москве, где вы росу эту найдете? Попробуйте, найдите. С травой лизать на полянку не пойду. Да. И еще такой момент. Конечно, вот при современной экологии, это вода дистиллированная, только, конечно, если она идет через чистую атмосферу. Если там вот эти вот выхлопы, все там над городом, идет дождь, но, мне кажется, там столько она будет содержать в себе. Ну, то есть, да, в крупных городах лучше ее не собирать. По дороге с неба на землю она соберет там все, что... Ну, а на даче в деревне, например, можно... Что? Собирать воду дождевую, ведро. Ну, да, если вот нет рядом никаких таких промышленных предприятий, да, это идеально просто вот момент собрать дождевую воду. Но, друзья, есть момент еще проще. То есть, где брать дистиллированную воду? Ну, во-первых, если у вас есть знакомые там в больницах таких крупных, они там сами производят дистиллированную воду, чтобы делать растворы вот этих всяких антибиотиков. Растворов, да? Да. То есть, можно купить готовую в больнице? Ну, в больнице, секундочку, дайте договорить. То есть, в больнице там вам ее не продают, потому что у них нет такого бизнеса. Но, если у вас есть там, допустим, какая-нибудь там главная медсестра там или сестра-хозяйка, ну, договоритесь там, шампанское, конфеты, и будете брать оттуда дистиллированную воду. Может, кому-то не хватит развести этот яд, который они там колют антибиотики. Ну, спасете чью-то жизнь. Итак, да, то есть, один из источников дистиллированной воды, это больницы, где они ее сами делают. Второй источник дистиллированной воды, это талая вода. Талая вода с ледников. Это дистиллированная вода, потому что там, когда вода замерзает, сначала замерзают вот эти все... То есть, лед получается с теми веществами, что находятся в воде, а чистая вода, она как бы замерзает последней. А тает, наоборот, сначала вот... Чистая вода, да? Да, сначала вот это... А потом так это с примесями. Средине останется все, что с примесями, а тает вот это вот чистая вода. Ну, это что? Это горный родник должен быть? Да, горный родник. Горный родник. Или, ну, талая... Нет, мы-то городские люди, где мы это развеем? Ну, да, ну, я как говорю, да, ну, в бутылках, да, вот, ну, лично я пью, вот, иногда есть... В магазине вода, я знаю, скажу, что... Да, да, талая вода называется Пилигрим, есть такая вода. А, Пилигрим. Это не реклама, я не сотрудник фирмы Пилигрим, ну, просто есть такая вода. Следующий момент, где можно взять дистиллированную воду, вы удивитесь, но это в автомобильных магазинах запчастей. Там продают дистиллированную воду для аккумуляторов. Серьезно? Да, серьезно, то есть, ну, в себя-то мы можем пить, вливать все, что угодно, но в аккумулятор обязательно дистиллированную воду. Но, друзья, с автомагазинов я все-таки не рекомендую пить, хоть вода там и дистиллированная, но там пластик не пищевой используется, поэтому лучше это... Все-таки техническое. Да, лучше этого не делать, всякое что-то с пластика будет попадать туда, поэтому лучше не делать. Самый простой способ получения дистиллированной воды, это в магазинах бытовых приборов продаются бытовые дистилляторы. Бытовые дистилляторы. То есть, покупаешь дистилляторы и делаешь себе дома дистиллированную воду. Это прибор, да? Да, прибор. Ну, видимо, я думаю, с двух компонентов здесь вода кипит, потом уже стекает. Ну, что-то такое там, да. Подпринимается и в другую емкость набирается. Да, там они есть разные по мощности, то есть, это не проблема. Зайдите на сайт любого, кто торгует бытовой техникой, и там найдете дистилляторы. Вот, ну, правда, они... Набирайте в гугле дистилляторы. Цена, конечно, у них там тоже бывает не совсем адекватная. И самый простой и надежный способ получения дистиллированной воды, это фильтр обратного осмоса. Они продаются в магазинах, он монтируется под раковину, там несколько вот таких... Там гугольный фильтр, там фильтр осмоса и еще какой-то... Несколько фильтрующих элементов, надо только у продавца спросить, чтобы был фильтр обратного осмоса. Что это такое? Осматическая мембрана, это такая мембрана с дырочками ровно под молекулу воды. То есть, туда проходит только вода и больше ничего. Поэтому устанавливайте этот фильтр и пейте дистиллированную воду. Теперь, вот как Олег обратил внимание, я вам теперь на примере попытаюсь объяснить, как вода дистиллированной является растворителем. Вот смотрите, простой пример. Берете два чайника, в один наливаете, ну вот обычную, допустим, воду из-под крана и пьете. Будет накипь в чайнике? Ну вот мы не кипятим, просто налили... Из крана обычно? Ну да, просто обычно. Нет, нет, мы не кипятим. А, не кипятим. Слово «накипь» само, понимаете? Получается. То есть, если наливать вот обычную воду из-под крана и пить ее... Ну, то есть, наливать в чайник, а потом разливать по стаканам, в чайник, смотрите, месяц вы пользуетесь, два, есть накипь, нет накипи. Но если вы эту же воду нальете и будете кипятить, то там образуется накипь. Вот это есть вот этот вот кальций, растворенный в воде, он был в водорастворимой форме, под действием кипячения, он перешел в водонерастворимую форму. И вот в виде таких мелких песчинок, вот эта накипь прессуется, да, то есть, образуется на дне. Так вот, если вы вот в этот чайник опять нальете дистиллированную воду, вот в чайник с накипью, нальете дистиллированную воду, и даже будете кипятить постепенно, постепенно, вы увидите, ох ты, накипь ушла вся. Накипь ушла, то есть не надо ни фэри там тереть, ни какими-то щетками, просто вот сработает вот этот момент растворителя. Это как бы говоришь в качестве теста или в качестве как надо делать? Нет, это я говорю как в качестве примера, что дистиллированная вода является настреливанным, растворителем, что она на себя берет вот этот вот кальций. На сарян, пить такую воду не надо? Не, ну конечно не надо, я просто объясняю, да, то есть пьем только фильтрованную воду, фильтр обратного снаса из-под крана, ее можно кипятить, так как она не содержит ничего, не будет никакой накипи, ничего. Я почему вот, как бы сконцентрировался вот на этой накипи, потому что это очень важный момент, вы просто поймите, да, если вы пьете нефильтрованную вот обычную воду из-под крана или после, ну такого средненького фильтра, некачественного, вот, то вот эта вот накипь, она ведь не только выпала в осадок на дно чайника, она еще и в самой воде остается. Да, да, ну микрочастички, они не могут просто одномоментно, вот вода закипела, они бац, все упали таким пластом, да. А мы еще это, прям, кипяченую воду заливаем. Да, то есть... А вообще, на самом деле, эта накипь, она на самом деле очень вредна, потому что именно она, вот эти вот кальция, да, оседает у нас на суставах, на... Нерастворимая форма кальция. Нерастворимая форма кальция, да. Именно она оседает, остеофиты, вот эти вот отростки, такие шкоры образуются на пятках, да, это все... Да, друзья, это, правильно, Алексей, это не натрий хлор. Говорят, отложились соли, какие соли? Так вот, нерастворимые соли кальция. Да, это не натрий хлор. Я поэтому и привел такой пример с чайником, что как дистиллированная вода даже выбирает накипь из чайника, постепенно его вводит, то же самое она будет производить и в ваших суставах, и там, где вот образовались вот эти вот остеофиты. Ну, отложения солей кальция. То есть откладываются соли кальция, не натрий хлор. В принципе, кипяченую воду пить вреднее, чем сырую воду, да? Ну да, то есть, ну только если она не дистиллированная. Если вода дистиллированная, ее можно кипятить. Да, если кипятите дистиллированную воду, то можно. Да, пейте, да, пейте. Ничего, никакого вреда она не нанесет. Поэтому, друзья, покупайте фильтр обратного осноса, пейте дистиллированную воду по глоточку в течение целого дня. Еще раз обращу на это внимание. То есть, неважно, какое количество выпили. Главное, периодичность, чтобы у почек всегда был лишний глоточек чистой дистиллированной воды, в которую она вкладывает те вещества, которые она решила вывести из организма. Теперь бы я хотел остановиться на таком моменте. Какой температуры пить воду? Друзья, это тоже очень важно в плане энергетики. Ну, просто смотрите. У нас подмышкой температура тела 36,6. В центре организма она побольше. Там порядка 38 градусов, 40. И если вы пьете даже воду комнатной температуры, она, как правило, 23 градуса. И вот, чтобы ее... Вот эту воду комнатной температуры 23 градуса, она у вас попала, и организм просто вынужден нагревать. Ну, просто у организма такая температура. А раз организм потратит на нагрев этой воды какую-то энергию, значит, батарейка подсела. Батарейка подсела. Минус калории. Ну, нет, не калории, а минус вот эта энергия, жизненная сила, жизненная энергия, есть такое понятие в натуропатии. Она нам нужна для всех органов и систем, для синтеза, там, всех ферментов. Ну, для всего. Ну, нужна энергия. Тут что-то непонятно. Ну, то есть, значит, лучше пить погорячее, чтобы энергия от горячего напитка не была в тело. Нет, вот пить... Нет, если вы хотите просто утолить жажду, то пейте вот воду не комнатной температуры 23 градуса, а хотя бы 36, ну, 38 градусов такую водичку пейте. Ну, 40, например, да, градусов. Ну, поймите, если вот зимой, да, можно и такую. Но летом, конечно, летом, если вы идете, пожаре у вас тело, перегрето, тогда, конечно, можете выпить холодненькой водички, ничего страшного. То есть, главное, постоянно... 36, 38 градусов. Да, то есть, ну, просто у нас климат такой, что всегда нам не жарко, скажем так. Ну, жару, ну, конечно, нужно выпить прохладной водички. Тут ничего страшного нет, потому что организм перегрет, надо, наоборот, немножечко понизить температуру. Поэтому холодную воду пейте летом, во все остальное время года пейте воду не комнатной температуры, а немножечко повыше, вот 36, там, 38 градусов. Так и запишем. Вот, ну, что еще хотел сказать? Периодично сказали, какое качество вода должна быть сказали. Объем сказали, это те же полтора-два литра. Ну, понятно, что по размеру человека... Как правило, да, там подсчитываешь подвес, примерно, средний человек около 80 килограмм, вот ему как раз полтора литра, да, если у вас 100 килограмм, ну, наверное, там, два с половиной литра, а если у вас больше, ну, 130 килограмм, 120, да, то, наверное, три литра. То есть рекомендация такая, тело вам само подскажет, сколько нужно пить воды. Ну, главное, помните, что не большими объемами пьем, а с периодичностью, чем чаще, тем лучше. Так, это мы говорим про чистые почки, это вот, я под номером марта записал. Да, то есть тем самым мы очень сильно, ну, можно сказать, создадим идеальный режим работы для почек. Еще какие-нибудь есть там пункт, второй, третий? Есть вот тоже один из самых важных пунктов, я бы хотел остановиться на том, что как вода сочетается с пищей. Вот это вот тоже очень важный момент. Да, кстати, некоторые говорят, что натощах надо пить. Да, да, нет, тут мнений разно. Наоборот, знаете, преобладает то, что перед едой не пейте воду. Почему? Она будет разбавлять желудочно-кишечный сок там. Вот. Во время воды, во время еды тоже желательно не пить, иначе вот этот желудочный сок разбавится. Даже есть мнение, что и после еды не нужно пить, чтобы не нарушить вот это вот пищеварение. Ну, то есть пищеварение просто будет более длительное, более застежное, да? Я сейчас вот на этом, вот в этом-то как раз собака и зарытая. Сейчас мы ее выведем на чистую воду, как говорится. Да, да, да. Смотрите, друзья, то есть вот, ну, современная медицина, то есть не рекомендует вот пить, чтобы не разбавлять вот этот вот желудочный сок. А вы просто посмотрите, что вы едите, то есть какая еда, что я имею в виду. Ну, вот взяли вы кусок мяса, кинули на сковородку, он был вот такой, а когда пожарился, он, ну, стал очень маленьким. Скукожился. Скукожился. То есть что произошло? То есть этот кусок мяса потерял воду. Называется гидротация. То есть потеря воды, гидротация. Вот, дегидрированная еда. То есть если вы взяли, допустим, капусту начали тушить, то хозяйки знают, что вот на сковородку нужно прям с горкой вот так вот насыпать, и во время приготовления пищи вся эта капуста оседает. Что с ней случилось? Она тоже потеряла воду, стала гидрированной. Дегидрированная капуста. Да, то есть, смотрите, что получается. То есть перед приемом пищи мы как бы не дали себе воды, переживая за то, что вот разбавится желудочно-кишечный сок там. Съели дегидрированную пищу, то есть ввели себя в обезвоживание, продолжили это обезвоживание, еще и после еды. Ни в коем случае некоторые советы, что не надо пить. И оставили себе в этом обезвоживание. То есть вот вред сухомятки. Да, да, да. То есть я тебе рекомендую это неправильно, наоборот, одевать пищу. Конечно, и самое главное, поймите, что те же самые врачи, они говорят, что самое полезное для желудка, для кишечника еда, это какой? Супчик. Супчик, конечно. Ну, суп, да. Ну, все знают, что супы очень полезны для желудка. А посмотрите, еда должна быть разжижена. Да, друзья, посмотрите, ну, чем вот отличается, ну, допустим, второе там, ну, тоже мясо там с какой-нибудь пирешкой или там с вареным картофелем, вы съели его в виде второго. Или, наоборот, вы это же мясо с картошкой съели в виде борща, ну, только добавили туда капусты, морковки. То есть, получается то же самое. Понимаете, какое противоречие? То есть, нельзя пить, чтобы не разбавить желудочный сок, но кушаете то же самое мясо с картошкой в виде супа. Супа или борща, да? Да, в виде борща. Ну, то есть, получается, какая-то несуразица получается, вот, честное слово. Вот эти врачи скрывают, что-то они что-то не договаривают. Поэтому, друзья, смотрите, слушайте всегда свое тело. Если, ну, вы едите, я, ну, хочется запить, Я сейчас объясню, да. То есть, если вам тело говорит, что я хочу пить, пейте. Даже, конечно, вода эта, попадая в желудок, она, конечно, снизит концентрацию желудочного кисточного сорта, но желудок, он сам ее выровняет, как ему нужно, под ту еду, которую вы туда закинули, как, он просто лишнюю воду всосет. Более того, пищевой комок, чтобы хорошо продвигался по кишечнику, он должен быть влажный. Ну, представьте, если вы, ну, наглотались, скажем так, сухариков, вот этих вот, кириешек, ну, вот, как он пойдет по кишечнику? Ну, он будет просто, ну, цепляться, тормозит все. То есть, он только пойдет в жидкость. То есть, жидкость нужна, чтобы пищевой комок этот был влажный, даже если вы в этот... Давай поясним нашим друзьям, получается, что надо взбивать пищу именно водой, или все-таки, например, шашлык с пивом тоже хорошо? Ну, шашлык с пивом, это просто чудо, конечно. Но, если вы... если вы хотите все-таки думать о своем здоровье, я не против шашлыка с пивом, но все-таки лучше водички запивать, потому что... Кофе, чай? Ну, лучше водой. Кофе, кофе и чай, это просто как отдельный, нужно рассматривать как отдельный прием пищи, потому что это вода, она, хоть, конечно, минимум, ну, какой-то, вот, видите, по цвету, что-то, чай и кофе содержат. Тем более, мы пьем не только чай и кофе, а еще какие-нибудь сушки, печеньки, с крюшками, и всякие разные плюшки. Итак, друзья, это вот мы обговорили очень важный момент, принимаете вы пищу, хотите петь, пейте, то есть, не бойтесь, ничего не разбавит, никаких желудочных соков, потому что желудок лишнюю воду всосет, оправит ее в кишечник, чтобы пищевой комок был влажный, тогда он будет легко продвигаться, и тем более, как надеюсь, вы поняли из предыдущего ролика, что пища у нас переваривается и всасывается, а всасываются только жидкости и растворы, поэтому воды нам нужно достаточное количество, какое тело вам само скажет. Хотел бы остановиться еще на связи вот фрукты и вода. Если вы поели фруктов, допустим, таких вот, ну, бананы поели и захотелось пить, пейте, навредите вы себе, нет, не навредите, хотите, пейте. Ну, то есть, любой прием пищи, да? Да, абсолютно любой прием пищи можно запивать. Но пища должна быть раздельна, то есть, мясо не смешиваем с фруктами, да? Да, естественно, потому что они будут бродить, да. Да, фрукты не смешиваем с печеньем и с чаем, да, то есть, все по отдельности. Ну, то есть, как я в прошлом ролике говорил, то есть, относитесь к фруктам, как вот, к отдельному блюду. Самостоятельно. То есть, захотелось вам яблочек, ну, съешьте их там 3-4 штучки. Захотелось бананов, ну, тоже, ну, чтобы вы прямо наелись. Ну, и, значит, как нужно кушать? Вот, есть такая поговорка, там, чистые тарелки, сколько было, то всегда оставляйте чистые тарелки, надо все доедать. И как понять, когда телу уже не нужна еда? Ну, очень просто так же себя слушать. Вот, когда вы садитесь за стол, вы голодны, вы, у вас аппетит хороший, вы съели ложку своего любимого блюда? Вкусно, ну, безумно вкусно. Вторую ложку? Вкусно. Третью, четвертую? Пятую? Ну, да, вкусно. Там, шестая ложка? Ну, да, хорошая еда. Седьмая? Ну, вкусно. И вот уже вам тело дает сигнал, что оно наелось. То есть не надо все доедать. То есть уже там, восьмая ложка, уже невкусная была? Ну, не то, что невкусная, вы не будете получать от нее, как бы, таких вот положительных, да, правильно вы сказали, эмоций, удовольствия. То есть вам тело само говорит. Вы должны жизнь свою так построить, чтобы получать от сил удовольствие и радость. Да. Какой-то смысл. Если вы что-то через силу делаете, уже значит что-то не то. Ну, я бы даже не сказал, что тут к еде у людей отношение такое, что это вот наше все. Поэтому не то, что через силу. Ну, все стараются доесть еду, но... Ну, у меня, кстати... Хотя организм уже сказал, уже не так вкусно, уже как бы, ну, обычно. И вот на этом моменте стоп, стоп, все, вам тело подало такой намек, что оно наелось. Как бы с детства, меня так бабушка учила, сколько на тарелке положено, она доедет, чтобы прям, аж блестела тарелка, да? И вот у меня как бы привычка уже такая. Ну, вот я про что и говорю, это вот чисто привычка. Ты правда, да. А слушайте свое тело. А надо слушать тело, согласен, да. Как только еда стала, вот, ваша любимая, вот, которую, о, как вкусно-вкусно, ну, так себе. Ну, хорошая еда, вкусная, ну, вот, уже нет таких эмоций, впечатлений. Все, стоп, мы наелись. Так, Игорь, ну, смотри, про воду и про еду, как бы, вот, я записал, да? Есть еще что-то? Давайте будет пункт второй. Про прием пищи. Ну, и так, если мы так пробежимся, пьем чистую дистиллированную воду, варим из нее все блюда, которые вы решили сварить, делаем из нее чай, кофе, то есть, в идеале пить, то есть, все жидкости должны быть на основе дистиллированной воды. Да, друзья, я еще упустил один момент, если кто-то скажет, что вот, как бы там дистиллированная вода, а, ну, да, мы это говорили, что она, как растворитель, вымывает вот соли, если кто-то подумает, что в эту дистиллированную воду попадут какие-то вещества, полезные организму, ну, у нас организм, он не такой глупый, он не отдаст то, что моего, то, что моего, он не отдаст. Поэтому... А, растворитель из организма не выйдет? Нет, нет, они, потому что, если кто-то думает, что дистиллированная вода будет вымывать что-то там полезное из организма, нет, это не дать. Некоторые говорят, что дистиллированная вода это мертвая вода, это тоже неправильно. Вы знаете, я бы сказал, мертвая вода, скорее кипяченая. Ну, просто поймите, как вот все ответы лежат в природе. На поверхности? На поверхности. Ни одно животное... В обществе все перепутано. Все понятия, наоборот. Полный, полный бардак. То есть, ни одно животное никогда себе не кипятит воду, не пьет. Ну, понятно, что у них нет возможности, там, кто-то скажет, там, ума, разума. Но, ну, просто смотрим, как данность. Ну, вот животные пьют все сырую, не кипяченую воду, и все прекрасно себя чувствуют, никто не страдает от этого. Ну, смотри, у нас сегодня получился... Я еще раз, секундочку, Олег, я закончу. То есть, ну, мы пьем, чтобы и согреться, то есть, можно пить кипяченую воду, да, то есть, чаи, кофе, пожалуйста. Ну, нужно, если акцент делать, дистиллированную воду, примерно, 36-38 градусов, да, используя фильтр обратного волоса, вот у нас, по глотку, примерно, там, с какой-то периодичностью в течение... Периодичность выбираете вы сами. Сами, под себя, да. Ну, смотри, у нас получилась такая лекция, в основном, про воду, да, давай дополним ее немножко. Я вот, например, сейчас пью воду водородную, есть такие колбы с водородной водой, до этого пил воду с перекисью водорода, то есть, несколько капель туда каплю. Можно еще там с уксусом, с содой, с чем-то еще там, вот это вообще нужно делать? или не нужно? Ну, замечательный продукт, я не помню, в прошлом ролике говорил про яблочный уксус? Нет, не говорил. Нет, не говорил. Тогда скажу, что... Давай начнем с водородной. А, с водородной водой. Водородная вода, полезно? Водородная вода, да, ну, по крайней мере, она не вредная. Чтобы такого, какой-то пользы, ну, я вот, честно говоря, не встречал такой информации. На западе-то давно ее пьют, они как бы считают, что вот живая вода водородная. К нам эти приборы дошли позже, а как вы ионизируете эту водороду? Там все само происходит. А то, что прибор такой есть, Сейчас даже покажу. А там... Ну, вот так вот выглядит этот прибор, колба, тут светодиод стоит, и вот весь тут двигатель, что там, вот здесь находится, вот пошли пузырики, может быть, вы их там увидите. Не видно, да? Сейчас их будет больше, больше. Ну, в принципе, да, то есть... Типонечка насыщается по молекуле водорода. Да, потому что молекула водорода, она настолько мелкая, что она легко входит в клетку, то есть, ну, это как бы клеточное питание, так скажем. Ну, да, можно сказать, что вот эта вот живая вода, да. То есть, вреда, от нее нет, голубая вода, голубая, вреда, нет никакого. Еще бы хотел остановиться, вот, на минеральной воде. Ну, тоже ничего страшного в ней нет, хоть она и содержит какие-то минералы. это же соль в основном. Да, соль, она, в принципе, как, кто ездит на курорты, вот, где вот эти вот источники, то есть, мы ее, вот эту минеральную воду, мы ее пьем, ну, можно сказать, как лекарство. Хотя там вода и есть, она тоже попадет в почки, что-то будет содержать, ну, знающие люди знают, да, что на бутылке обычно написано, столовая вода, как там, полулечебная, и лечебная. Да, то есть, лечебная, это самая соленая, соответственно, ее нельзя регулярно принимать, да, ее только в случае необходимости. А вот, в которой столовая вода минеральная, да, она, как бы, повседневная. вот, по минеральной воде, то есть, такое мнение, что вот, минеральная вода, вот эти вот пузырьки, газированная, газированная вода, она вредна. тоже есть два мнения, одни говорят, что это вредно, другие говорят, что оно вредно. никакого вреда отлично я мне не вижу то есть в результате там получается co2 и вода ничего там такого времени то есть целого 2 не усвоится уйдет вот нет ну нет просто мы даем у нас целого на так образуется в организме поэтому нужно отдыхаем поэтому ничего страшного нет он приятно щекочет носоглотку скажем так то есть никакого вреда не хорошо хорошо хотите пейте еще ну вот водородная вода и вода сода это пониуму вакина все про это знают но это уже да это уже мужика как лекарство нужно относиться мы говорим о том что человек должен делать каждый день то есть каждый день да это уже не про почки да это уже почка тогда что там про уксус еще яблочный уксус замечательный продукт друзья что такое яблочный уксус это просто забродивший яблочный сок ничего другого не просто забродивший яблочный сок поэтому он достаточно хороший продукт он снижает сахар в крови и вообще не очень полезно заправлять салаты так чайную ложечку сбрызнули на любой салат я просто хочу пузырьки увидели слишком мелкие поэтому не видно еще яблочный уксус можно добавлять в такие супы с кислинкой этого борщ и да там рассольник какой-нибудь да солянка то есть в результате этого суп приобретает очень такой приятный по чайной ложке на тарелку супа по вкусу по вкусу опять же то есть попробуйте с маленькой порции там чайной ложечки или также чайной ложечки разбрызгать на салат какой-нибудь овощной вот еще можно добавлять его с медом пить теплую водичку я в прошлом ролике это говорил по-моему про яблочный сок говорил в прошлом ролике нет не говорил значит сказали вот просто вопрос такой тогда мы же говорим про чистку то есть вот его добавляют яблочный сок нет мы его тут яблочный сок не совсем имеет отношение чистки этого продукт питания просто полезен как продукт питания но не то что уксуса вот именно яблочный уксус он но я насколько понимаю что вот уксус то кислота вроде кажется да они не стойки они защелачивают организм не закисляют защелачивать для защелачивания организма и хорошо если салат и слюна хорошо у него вырабатывается все формируется влажный пищевый комод одни плюсы ну замечательные ребята видите сколько у нас плюсов 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 берите эти плюсы к себе на вооружение в карму пейте яблочный уксус ложечка меда на стакан воды с утра или просто до или просто дистиллированную воду в течение всего дня по глоточку и будет вам счастье очищайтесь почки и будет счастье радость и порядок ну давай благодарю тебя до новых встреч друзья в следующем видеоролике мы поговорим еще про чистку легких у нас осталось легкие и можем кожи наверно уже начнем с кожи потому что кожа это очень всех интересует потому что мы выглядим кожей возраста кожа определяется девушки очень следят за кожа и кожа индикатор того что внутри нас мама со проблем связано с кожей следующем ролике остановлюсь обязательно что такое псориаз почему не излечим и так далее будут очень много интересного поэтому смотритесь подписывайтесь на олега гудвина и тяните свою кожу к следующему нашему ролику на встречу друзья чего добрался с нами был игорь